ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Рио Тинда стремится сократить свой углеродный след, заключив сделку объёмом 1 миллиард австралийских долларов с канадским переработчиком металла. Горнодобывающий гигант Рио Тинда сделал ставку на ускоряющийся переход к экологически чистой энергетике, из-за которого растёт спрос на переработанный алюминий. Компания заключила сделку объёмом 1 миллиард австралийских долларов по покупке половины канадского предприятия по переработке металла. Риатинда, вторая по величине австралийская горнодобывающая компания, сообщила вчера инвесторам, что она достигла соглашения с Джайм Паула Групп из канадской провинции Онтарио о покупке 50% доли полностью принадлежащего ей предприятиям Маталка за 700 миллионов долларов. Алюминий считается одним из важнейших металлов, необходимых для декарбонизации экономики и преодоления обостряющегося климатического кризиса, поскольку он широко используется в солнечных батареях, ветряных турбинах и электромобилях. Однако процесс производства алюминия требует огромного количества электроэнергии и является одним из основных факторов глобального потепления. На его долю приходится около 3% всех выбросов углекислого газа в мире. Сделка Риатинда с Джайм Паула, которая должна ещё быть одобрена регулирующими органами, является частью усилий горнодобывающей компании по сокращению значительного углеродного следа, её глиноземных и алюминиевых предприятий. Она расширит возможности компании по предложению продукции, производимой при более низких уровнях выбросов углерода, для удовлетворения потребностей клиентов, озабоченных проблемой выбросов. Моталка располагает шестью предприятиями в США и одним в Канаде, способностью производить около 900 тысяч тонн переработанного алюминия в год. Риатинда ожидает, что в ближайшие 5 лет спрос на переработанный алюминий в США вырастет более чем на 50% и обгонят спрос на первичный алюминий. Инвестиции в переработку являются частью нашего стремления найти лучшие способы поставок необходимых миром материалов, производимых при более низких выбросах углерода и естественным продолжением нашего ведущего в отрасли бизнеса по производству первичного алюминия, заявил глава Риатинда Якоб Стаусхольм. Для Риатинда основную прибыль, получаемую от добычи железной руды в западно-австралийском регионе Пилбара, значительный углеродный след от производства глинозёма и алюминия является одной из самых серьёзных проблем на пути к достижению цели по сокращению прямых выбросов вдвое к 2030 году и достижению нулевого уровня выбросов. Удаление из атмосферы такого же количества углекислого газа, который выбрасывается в атмосферу в результате её деятельности к 2050 году. Что касается других операций Риатинда, то компания производит в Канаде более экологичный алюминий, используя электроэнергию, вырабатываемую газ, и стремится расширить использование нишевой технологии выплавки алюминия с нулевым уровнем выбросов углерода посредством совместного предприятия Элисис с компанией Алкоа. Однако её заводы в Квинсленде, Новом Южном Уэльсе и Тасмании входят в число крупнейших промышленных предприятий-загрязнителей, которые попадут под действие политики федерального правительства в отношении выбросов природоохранного механизма, вступившего в силу 1 июля. Вчера генеральный директор Джайм Пауло Крис Каллиффе заявил, что партнёрство с Риатинда позволит объединить опыт его компании в переработке с инновациями горнодобывающей группы. Мы развивали бизнес Маталко в течение последних 18 лет на основе нашей стратегии, ориентированной на циклическую экономику с многооборотным использованием материалов. И очень гордимся нашей высококачественной продукцией, производимой при низких уровнях выбросов углерода, сказал он.